Хотела бы я, чтобы сегодняшний день начинался немного по-другому, но нет, этого не избежать. Сегодня решается, в какой садик будет Эрин ходить в ближайший год, потому что наш садик нам просто позвонил на прошлой неделе и сказал, что у нас не набралась старшая группа, извините, пожалуйста, все, вы не сможете ходить. Мы такие, как бы, вы же знали раньше, наверное. В общем, закрыли тему, все к лучшему, не расстраиваюсь я, я себя настроила, что значит мы найдем Эрин лучший садик. Так, по возрасту она сейчас ходит в государственные ясли, но по возрасту она еще может целый год ходить в бесплатные государственные ясли. Нет смысла ее отправлять в садик частный, вот допустим, как вот этот вот, смотрите, большущий частный садик. И платить за него 300 долларов в месяц, если она может ходить в бесплатный госсад, ну, как бы ясли. У нас есть Ори не чип, а есть Ючиво. Так что я сейчас иду на собеседование, узнать хотя бы наши шансы. Мы подали в два госсада онлайн в программе. И вот тот, который дальше, нам сегодня прислал смс, что мы как бы восприняли, но мы туда не хотим, потому что это сильно далеко. Мы регистрировались для подстраховки. И вот я иду в наш, который ближний садик. Вот он, видите, какой большой? Тоже трехэтажный. Вот-вот-вот он, вот. Иду туда на собеседование спросить вообще, каковы наши шансы. Фух, ну что, можете нас поздравить. Мы прошли. Оказывается, вчера Менгел звонили, он не брал трубку. И хорошо, что сегодня я пошла, потому что для нас есть место. Вы представляете, какая это удача. В нашем районе вообще он новый и очень много детей. И везде сумасшедшие очереди. Поэтому, когда ты вот так вот посредине просто оказываешься без места в саду, устроиться в новый садик довольно-таки сложно. Но нам повезло. Я думаю, что и все эти, я себя настраиваю, что все эти перемены к лучшему. Эрин, возможно, будет в этом саду лучше. Никакой он не трехэтажный. Я так поняла, что третий, второй, третий этаж, это какой-то там офис и фитнес-центр, что ли. С директрисой мне не удалось встретиться с воспитательницей, как бы с будущей общалась Эрин. Такая приятная женщина. Договорились, что она мне позвонит. И пойду еще раз после обеда, скорее всего, на мини-экскурсию, на знакомство с директрисой, с воспитательницей. Посмотреть, ну как бы нужно же и посмотреть садик, в который Эрин будет ходить с марта месяца уже получается. Что, поздравьте нас. Мы не остались без сада. У нас есть теперь для Эрин место. И я, конечно, разпереживалась утром. Так, взбодрила меня эта ситуация с утра пораньше. Ну, все хорошо разрешилось, слава богу. Хотела я выпить чашечку кофе на крыше. Написано в связи со вторым уровнем социального дистанцирования. С 8 декабря до неустановленного времени все закрыто. А здесь было бы круто на крыше посидеть. Видите, как там прикольно? Там елочки наверху на крыше. Когда это уже все закончится? Ну ладно, я рисую не унывать. Иду к моему любимому баристу, который вдохновил меня вообще пойти учиться на бариста. Кто с нами давно знает, о ком я говорю. Может, вы видели у меня в инстаграме, который рисует красивые рисунки на кофе. Он просто безумно талантлив. У него там уже множество титулов. Он участвовал до короны во всяких различных конкурсах. В общем, посмотрю, пойду, может, он работает хотя бы. Возьмут тейкаут, что ли, не знаю. И раз нельзя сидеть в кафе. Слушайте. Ну, сегодня не мой явный день. Здесь тоже все закрыто. С 12 часов сейчас даже 11. Нет, не буду я час ждать. Можно взять, я так понимаю, на вынос. С 12 до 6 только. Очень жаль. Пойду на рыночек. Ирин, куплю ее заколку, которую она потеряла. Рыночек на месте. Надеюсь, что женщина с заколками тоже на месте. Смотрите, хит сезона. Это держатели для масок. И просто они, смотрите, всех, каких только можно придумать разновидностей. Ну что, я надеюсь, Ирин будет довольна. Слушайте, елочки даже продают в магазине 24 часа. Прикольно. Вдруг вы Мишку забыли купить? Вот Мишка есть. Без кофе я не осталась. Такой интересный сегодня день получается. Я довольна и рада тем, как я справилась с тем, что с утра на меня навалилась. Эти все мероприятия с садом. Ну, так бывает. Какой-то сегодня обычный четверг. Вроде бы не понедельник. 10 декабря. Почему сегодня все решилось? Непонятно. Мне непонятно. Ну, решилось, как решилось. Я сегодня сама, потому что Менге уехал в Сиоу снимать швы. И вот он мне только что позвонил и сказал, что швы только сняли в одном месте. У него как бы три места, там, где ему зашивали само ухо, там, где брали межреберную хрящевую ткань и в паху кожу брали. То есть у него три места, где есть швы, и только в одном месте сегодня сняли швы на груди. И получается, ему еще нужно ехать в понедельник следующий, потом еще через неделю. Мы так уже надеялись, что он снимет наконец-то эту неузобную повязку. У него большой отек с этой стороны, она ему давит. Вообще есть детская повязка, которая защищает само ухо, но есть она существует только в детском размере. Потому что сама эта операция, она делается только детям с врожденными какими-то дефектами. То есть она уникальна тем, что взрослым такие операции не делают. Это же вам не сериал «Анатомия страсти», где ухо вырастили на ноге, и на следующий день уже человек такой просыпается. И у него такое красивое ухо, без отеков, без швов, без каких-то там... Ну, в общем, это такая сказка, которую мы привыкли видеть на экранах. И в реальности это совершенно по-другому все выглядит. Мы сегодня все собрались за ужином, заказали вкусную-вкусную крюльку. Крюльке привезли много-много закусок. Это острая лапша с салатом. Это, кстати, маленькие креветочки. Тоже макают туда. Они очень соленые. И макают туда мясо. Это мамин салатик, тоже вкусный-вкусный. И я под draw уверенном случае, нерий. Нет, вам чего-то, что-то к 설ки menu пока-ного, очень надо. А я тоже, чтобы всё ещё долго качать. Аминь, это духовенскийug. Аминь наши пришли, кто-то купит на flavors. Аминь здесь потрясающе? Музыка Субтитры сделал DimaTorzok 방석등이 오래로 무너졌어요 코마도 바닥으로 쿵 넘어졌어요 우당탕탕 큰 소리에 엄마가 뛰어와 코마를 살피며 물었어요 오, 이건 무슨 일이니? 책장 맨 위에 있는 토끼책을 꺼낼 수가 없어요 코마가 훌쩍이며 말했어요 코마야, 난 혼자서도 많은 일을 할 수 있어 하지만 위험한 일을 할 때는 도와달라고 하는 거란다 앞으로는 도와달라고 할 수 있겠니? 엄마의 물음에 코마가 씩씩하게 대답했어요 네! 할아버지, 안녕히 가세요 인사, 예쁘게 인사하고 짜잔! 응, 있네 뭐? 뭐? 또 있다, 언니! 아인! 아시였어, 언니! 아인! 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 следующую воде теперь следующее а там сверху еще один ярус вот так еще раз да еще сверху да теперь по одной штучке вот так внутри как у тебя красиво получается умница или нам теперь вообще не помогает ставь сюда и получится ёлочка а 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 то есть понимаете да мы просто с ним слушаем эрин когда прислушается она иногда там оборачивается смотрит на картинке или ну в общем это у нас очень часто играет фоном большая вам рекомендация написала что написала что папа спит папа устал папа себе так устал он ездил так далеко папочку уже отправили спать и мы скоро будем спать айрин так выключаем кроликов про кого ты будешь слушать про козявочку хорошо